Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас с вами очередной ролик на тему заготовки и дыфпрок. Буду готовить сегодня много всего интересного, но начну с гороха. Я для начала замочила горох, поставила на ночь, он постоял в холодной воде. И теперь я поставила на плиту, пускай закипает и начинает вариться. В это время я займусь картофелем. Я нарезаю картофель крупными кусками. Он у меня пойдет в мой рецепт для картофеля с фасолью. Раз я уже занялась картофелем, я решила сразу нарезать и на суп, и на это плиту. На тушеный картофель я нарезаю куски крупными. Но картофель для супа я буду нарезать очень мелко, потому что супчик гороховый будет кушать наш ребенок тоже. Вот такой мелкий картофель получился. Тот картофель, который крупно нарезала, я приложила в чашу мультиварки. Добавляю туда универсальную приправу. Вы можете добавлять абсолютно любую. Мне нравится, в принципе, универсальная. Также сюда буду добавлять баночку консервированной фасоли с овощами. У вас, если такой закатки нет, то вы можете просто проварить немного фасоль, протушить овощи и также добавить в чашу мультиварки. Все выкладываю. Также сразу добавляю соль. Соль, конечно же, по вкусу. Затем все хорошо нужно перемешать. Теперь пришла очередь воды. Добавляю воду. Буду добавлять до той отметки, где у меня лежит картофель. Вы, конечно, можете добавить чуть меньше. Я просто люблю, когда есть водичка уже в готовом блюде. Также сюда кладу штучки 3 лаврового листа. Возвращаюсь к супу. Нужно пенку обязательно убрать. Горох уже достаточное количество времени проварился. Это хорошо. Теперь добавляю мясные и куриные фрикадельки. Супчик гороха у меня будет именно с фрикадельками. Хорошо перемешиваю. Затем добавляю зажарку. У меня она была замороженная. Вы, конечно, можете сразу приготовить и добавить универсальную приправу по вкусу и лавровый лист. Суп пока оставляю в покое. В это время чашу мультиварки я поставила в мультиварку. Включила режим тушения на 45 минут. Затем снова возвращаюсь к супу и добавляю картофель. Картофель добавляю именно сейчас, потому что нарезан очень мелко и быстро сварится. Добавила. Все хорошо перемешиваю. Прикрой крышкой. И теперь буду ждать, пока супчик приготовится полностью. А я в это время займусь морковью. Морковь, как вы видите, я натерла на мелкую терку. Не на такую, которая именно для корейской моркови. Мне почему-то показалось, что будет тоже хорошо. Использовать буду лицкие приправы белорусские. Вот я вам показываю сейчас рецепт, как нужно готовить и сколько грамм чего нужно. В свежую натертую морковь добавляю всю пачку приправ. Перемешиваю. Смотрите, что получается уже. Также нужно сюда чеснок. У меня свежего не оказалось, но он был замороженный, который уже до этого был пропущен через чеснокодавку. В это время я нагрела немного растительное масло. Пока чеснок размораживается, я добавляю растительное масло к моркови. Все хорошо перемешиваю. После этого добавляю чеснок и уксус. Уксусу нужно совсем немножко. Также хорошо перемешиваю. Также, девочки, я какую-то часть моркови убрала в пакетик. Все мелко нарезано у меня сегодня. Мало того, что... Во-первых, я купила очень много моркови, но я знала, что у меня будут заготовки. Я знала, что мне понадобится много моркови на морковь по-корейски, еще в какие-то блюда. И поэтому я все сразу перетерла на такую вот не сильно крупную терку. И то, что осталось, убрала в пакетик и уберу сейчас в морозильную камеру. Когда мне понадобится, опять же, я достану эту морковь. Например, среди рабочей недели, когда не будет особо много времени на готовку, у меня уже будет потертая морковь в готовом виде, чистая. Я просто ее добавлю в то блюдо, которое мне будет нужно. Я так делаю всегда и неоднократно уже вам об этом говорила. Все перемешала. Наконец-то моя морковочка готова. В принципе, я потратила мало времени, мало усилий на то, чтобы, скажем так, такой салатик был готов. Я не очень люблю морковь по-корейски. Но бывает такое иногда раз в несколько лет. Может быть такое, что да, о, хочу, давно не ела. Так что вот приправа была, все замешала, сделала. И вот как раз салатик будет готов на первых несколько дней следующей недели. Собственно говоря, на то время, на какое я делаю эти заготовки. Сейчас салат уберу в контейнер, накрою крышкой. И вообще написано 12 часов, на 12 часов убрать в холодильник. Так что вот эти 12 часов в таком укрытом контейнере салат будет храниться. Далее буду готовить манник. Все пропорции я пропишу внизу под видео. Сахар нужно смешать с яйцами. Так, смотрите, добавила растопленный маргарин. Также нужно добавить сметану. Мне сметана не казалась, я решила попробовать с турецким таким, знаете, безвкусным йогуртом. Щепотку соли добавляем. Также нужно добавить соду, пол чайной ложки, погасить уксусом. Я сейчас снимаю просто рукой, держу телефон, поэтому у меня так не получится. Сделаю это за кадром. Добавляю сюда же стакан манки. Как только сейчас соду добавлю, перемешаю все. Вот такая смесь получилась. Немножко добавлю ванильного сахара. Можно также кориандр добавить, если хотите. Муку добавляю. И все, это последнее, что нужно добавить мне в манник. Перемешаю сейчас все. Ну все, смотрите, какой текстурой теста должно получиться. Сейчас я его буду перекладывать в форму. Я застелила пергаментной бумагой, но если, например, вы не застилаете, то просто сливочным маслом. Нужно обмазать дно и по сторонам. Но я стороны никогда не обмазываю. Сейчас все сюда переложу и буду ставить в разогретую духовку до 180 градусов. Все распределяю. Выпекать нужно этот манник 40 минут. При этом дверцу духовки ни в коем случае не открывать. Через 40 минут, посмотрите, зубочисткой проткните пирог. Если там ничего не остается, тесто на зубочистке, значит пирог готов. Очень вкусный, такой, знаете, воздушный получается. Вот прям мой самый, вот это вот мой самый любимый рецепт манника. Хотя пробовала очень много разных. Они, в принципе, плюс-минус похожи между собой, но все же по вкусу и по ингредиентам иногда немного различаются. Все, ставлю в духовку. Все, манник готов. Смотрите, какой красивый он получился. Ставлю здесь на плите, пускай он подостынет немножко. Ну и потом куда-нибудь на тарелочку приложу, разрежу, покажу, как он в разрезе выглядит. Так что вот, в последнее время стараюсь, чтобы у меня в заготовках была какая-то выпечка. Потому что своя выпечка домашняя, конечно же, безусловно, намного-намного вкуснее. Я даже считаю полезнее. Плюс я знаю, что я туда кладу. Ну и плюс, ко всему прочему, по деньгам получается она дешевле, нежели купить какой-нибудь пирог. Или даже какое-то печенье покупать в магазине. Так что да, столько плюсов. Поэтому стараюсь. Все-таки стараюсь. Вечерами особенно, когда у меня такие заготовки. Миша смотрит Колю. Ну а я в это время занимаюсь и обычной едой, ну плюс еще и выпечкой. Так что вот. Напишите, кстати, любите в комментариях. Напишите в комментариях, любите ли вы пирог манник. Пробовали ли вы его готовить. И вообще, в какой вариации вы его готовите. Может быть, какие-нибудь интересные, классные идеи вы мне подбросите. Смотрите, что я вам говорила. Насколько пышный, красивый пирог получился. Следующее блюдо это рыба, запеченная с овощами. Для этого я купила кмикс, очистила картофель от кожуры. В форму выкладываю три штуки рыбки. Также буду использовать красный болгарский перец. К рыбе выкладываю красный болгарский перец. Также использую приправу для рыбы. Мне нужно рыбку обмазать со всех сторон. Затем солю по вкусу. Следующий этап приготовления я нарезала картофель. Выложила в форму. Также выложила смесь вог. И еще немного присыплю приправой для овощей. И снова посолю немного именно овощи. Потому что я до этого солила чуть-чуть рыбку. Вот смотрите, что у меня получилось. Далее убираю в духовку до готовности. Примерно при 180 градусах буду готовить. Большую часть времени я буду запекать под фольгой. Но минут за 10 до приготовления я фольгу уберу. И последнее, что сегодня буду готовить, это салатик. Я, как вы видите, взяла консервированный шампиньон. Выкладываю в глубокую миску. Они вот такие у меня крупные. Кусочки крупные у шампиньонов. Но я их так и оставлю. Также ставлю варить яйца и рис на плиту. После того, как рис остыл, я его переложила в миску. К шампиньонам перемешала. Также добавила зажарку. Зажарка самая простая. Это лук и морковь. Яйца уже сварились. Я их очистила. Теперь также порежу квадратиками мелкими. И добавлю к остальному салату. Нужно, конечно же, посолить по вкусу. И затем добавить майонез. Вы можете добавлять и турецкий йогурт. Как кому больше нравится. Все хорошо перемешиваю. И наш салат готов. Посмотрите, какой он красивый. Но он и очень вкусный получается. Ну и напоследок, мои дорогие, я вам сегодня покажу, как выглядит уже в готовом виде рыбка моя. Она очень вкусная, поверьте. Я уже не первый раз так готовлю. И овощи я полила соусом из холодильника. Соус называется кебаб. Получилось очень. Все, дорогие мои, я надеюсь, мой ролик вам понравился. Был для вас интересным и полезным. До новых встреч. Пока-пока.